Так, ну что, мои дорогие, мы с вами в Заре. Огромная очередь. Уже я тут стою полчаса. Сейчас буду мерить вот эту курточку вот с этой кофточкой. Почему с этой кофточкой? Потому что я в толстом свитере. А это размер S. М-ки нет. Ну и посмотрим. Сядет куплю, не сядет, не куплю. У нас нет у вас тенда этой модели. Посмотрите, как она хороша. Посмотрите, какая она красивая. Минималистичная. То, что нужно. Вот такой вот билотик. Бомберочек такой. Сейчас я ее застегну. Мне кажется, красиво. Я думала, это магниты, кстати. Это не магниты, это кнопки. Ну, в общем, вот так. Быстренько, чтобы не занимать время влога. Класс. Красиво будет и на платье, на какое-то черное, или на черные джинсы. Вот суббота и в какой-то ресторанчик пойти. Мне нравится. Мне кажется, хорошо выглядит. Дорого. И по ощущениям такая, знаете, вещь хорошая. Уговариваю. Уговариваю себя купить. Не хватает здесь плечиков. Если бы еще были объемные плечи, была бы вообще больная. Была бы просто баленсиада. Ну, короче, берем 50 евро. Что такое 50 евро? Ну, что такое 50 евро? Два билета в кино или один раз где-то на одного человека скромно покушать. Без спиртного и без коктейлей. Представляете, я такую огромную очередь отстояла, чтобы померить вот эту курточку. Я бы ее и померила, если честно, здесь. Но мне надо было бы снять этот толстый свитер. Кстати, смотрите, и в Заре есть вот такие вот укороченные зеленые пуховички. Но мне вот этот цвет не нравится. Прикольная модель. Вот я, в принципе, то, что я искала. 50 евро всего стоит. Но мне не очень нравится цвет. По-моему, по всей видимости, здесь еще и поесть этот капюшон. Смотрите, 50 евро всего. Какая прелесть. Но мне цвет не нравится. Какой-то прям сильно зеленый. Так, ну что, я больше ничего мерить не хочу. О, какой красивый курточка у девочки. Вот этот серый бомпер. А, ну, девчонки тоже меряют такую куртку. В общем, чего? О, давайте пробежимся по Генту. Уже темно, блин. У меня просто телефон садится. Я уже не смогу ничего снять. Так что, мои дорогие, вот такой вот влог. Вот такие вот классные ароматы. Вот такие классные покупки. Пойдемте быстрее на поезд. Чтобы до темна вернуться домой. Конечно, еще хочется зайти в КОС. Но, блин, не в этот раз, не в этот раз. Мы можем в КОС поехать в любой день. КОС у нас в Брюге есть. А почему поехала сюда, в Гент? Потому что мне хотелось, во-первых, парфюмы попробовать. И я точно знала, что здесь будет больше выбор курток. Боже мой, помните, какая была мания раньше на МЭК? Индис. В Индис тоже мне надо было, чтобы потеплело, что мне, блин, на самом деле очень жарко в Пуховике, в теплом этом свитере. Тут очень теплый свитер. В общем, я в восторге от Massimo Dutti. Никогда не сказала бы, что я буду в таком большом поклонниках Massimo Dutti. То есть веси стали лучше качеством, правда. Ну, на что-то цены, конечно, у них овер, прайс, на что-то нормальное. Я считаю, что купить хорошую куртку до 200 евро, это не очень дорого. Хотя, видите, в Zara 50 евро. Страдивариуси. Вот, Страдивариуси я сегодня была. Мне не понравился. Даже здесь пахнет ужасный запах, неприятный. Ну, это как-то не особо мой бренд. Манго мне тоже ничего не понравилось. Ну, а вкус я уже не успеваю забежать. Во-первых, надо было пораньше приезжать. А во-вторых, надо было... Я очень много времени потратила и в кафешке, и в этом... В парфюмерном магазине. Ладно, поехала. Вот такая необычная, конечно, здесь архитектура в Генте. Какие-то красивые старинные средневековые здания. Какие-то современные постройки. В общем, все подряд. Я хотела зайти еще на Сепари, посмотреть кое-что. Давайте залетим, посмотрим. Какие вкусняшки вышли у Амбар и Кромби. Амбар, Кромби и Фич. Синий это мужской, а желтый это женский. Очень вкусные. Ну и такие. В стиле украинского флага. Очень стильно смотрятся. Очень вкусные. Мне очень желтенькие понравились. Мужской просто классный, но для мальчиков. А я очень редко, кстати, гуляю по вечернему брюге. А он очень красивый. Посмотрите только на эти барельефы. Идем в очень классный ресторан ужинать. Я там когда-то была. Надеюсь, не разочаруем. Потому что в последнее время мы решили по очереди выбирать рестораны. Надеюсь, ресторан не подведет. Курточки. На самом деле, конечно, прохладно. Сейчас градусов 10-11. Ну так, знаете, прям холодно. У меня просто тоненькая вот эта курточка дермантиновая и рубашка, и все. Ну ничего, нормально. Тут вот уже пришла. Смотрите, какой красивый брюги. Как Венеция, как Рим. Это, конечно, жемчужина в Европе, которую нужно всем посетить. И мне чаще здесь бывать. Кстати, когда-то жила я здесь. Ну, не в центре, но жила в брюге. Даже, видите, терраски открыты. Даже кто-то на терраске кушает. Это какая-то итальянская забегаловка. Но почему бы и нет. Почему бы и нет. А нам вот в этот ресторан. Это театр брюшский. Никогда не было внутри. Никогда. Это старый зал. Старый зал. Ну, концертный зал оперы. Короче, театр. Тут тоже очень красивое здание. Можно сказать, даже прямо такие потрясающие. Я уже на месте. Вот такой вот ресторанчик Юлия. Очень симпатичный. Никакой. Видите, битком, 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 битком. Народа много. Спасибо. Привет, мои дорогие. Добро пожаловать в этот влог. Ну что, сегодня мы с вами поедем в брюге. Сегодня мы с вами там померяем красивые вещи в Массимодуте. Возможно, я себе приобрету вот этот вот серый кардиган, который я мерила в прошлом влоге, в котором я покупала зеленую курточку. Кстати, сегодня хочу ее одеть. Первый раз купила, уже неделю лежит, не ношу. Вот это моя тема. Кстати, вот это у меня новенькая штучка. А то у меня тут лежит такой холёсич, мамый. Мамый. Сейчас я все в шерсти буду, конечно. Так, сначала мы с вами заедем. Я сделаю себе маникюрчик. Вот, продержалась две недели, я очень довольна. Это значит мой мастер. Попрошу немножко сделать ей потоньше, чтобы не такой был толстый гель. Вот. Сделаю, наверное, что-то нежненькое, светленькое в этот раз. Хотя, не знаю, может быть, по дороге передумаю. Вот. Сегодня хорошая погода. Хотя, обещали всю неделю дожди. А у нас солнечно. Здорово. Сейчас провела коротенький эфир. Сделала этот вот макияж в прямом эфире. А вроде получилось ничего так, да? Что-то тут я подпачкала, что ли? Короче, поехали со мной. Прокатимся. Поболтаем. Покажу вам прекрасные брюки. Зайдем в Кос и в Массимо Дуте. Возможно, я поделюсь это видео на две части. Сначала Массимо Дуте, потом Кос. Почему? Потому что невозможно смотреть видео 40 минут, 50 минут. Мне кажется, чем короче, тем лучше. А Жорика с собой никто не берет. Поехали. Так, ну что, все. Я готова. Забыла снять этот капюшон. Уже опаздываю. Мне нужно в 3.30 быть у мастера. Так что уже посмотрю. Может быть, выкину этот капюшон. А может и пригодится. Вы знаете, в Бельгии неожиданно может пойти всегда дождь. Все. Вот такая у меня еще новая кофточка. Джинсы мои старые. Но очень их люблю. Это Вик Дэй. Они такие укороченные. Видите, и классно с ботинками. Все, я помчала. Так, ну что, мои дорогие. Сегодня мне сделали вот такие вот ноготочки. Такой прекрасный нюдик. Такой вот розовенький. С такими вот немножко, такими как бы блестящими кончиками. Ну, немножко настроения рождественского добавить. Слушайте, сейчас 5 часов вечера. Я через полчаса буду в Брюге. Пока запаркуюсь, уже будет 6. Уже будет магазин закрыт. Поэтому я не знаю, ехать или нет. Сейчас я посмотрю, до скольки работает Массимо. Если до 6.30, то я поеду. Если нет, то поедем туда завтра. Ну, вы все в одном влоге увидите. Ну, посмотрите, какая красота. Красивые. Короче, мне очень нравится. Когда-нибудь видели куриную ферму? Посмотрите. Посмотрите на этих курочек. Сколько их много. Какие хорошенькие. А еще закат красивый. Все, едем с вами домой. Магазин закрывается в 6. Поэтому нет смысла ехать уже. Вот, смотрите, время сколько. Ну, нет смысла. Нет смысла. Долго ног. Ну, что ж, ничего страшного. Завтра съездим. Красивую с вами красоту померяем. Правда же? Поехали домой. Голодная, как сверь. С наступлением холодов. Ну, сейчас у нас, конечно, там 10 градусов. Не такая уж и холодрыга. Но все равно, как-то все время хочется кушать. Летом такого голода нет. И летом был спорт, велик. Казалось бы, более должно быть адский аппетит. А нифига. Все равно есть хочется больше сейчас. А, и вы знаете, я плюнула. Думаю, сколько той жизни. Взяла и поехала в Брюги. Что успеем, то успеем. У меня есть ровно полчаса, чтобы зайти в Массима Дути. Но за полчаса я ничего не успею. Но, может, какие-то магазины еще будут открыты после 6. Смотрите, какой красивый рождественский магазин. Мы сюда заглянем попозже. Полюбуемся на юге. Жизнь, а прохладно на самом деле. Хоть и градусник показывает 10 градусов, но под вечер прям таки ух. Прям прохладненько. Смотрите, какой классный капюшон. Мне даже его снимать не хочется. Он как шарфик. Теплый-теплый. Смотрите, у нас новый магазин Nike открылся. И здесь раньше была Zara. Ладно, переключаю камеру со своего лица. Вам покажу немножко вечернего. Вот такой вот вечерний брюки. Пол шестого. Здесь раньше, кстати, была Zara. А теперь открылся большой Nike. И что мы там видим? Плюс сайз модели. Мы с вами бежим, 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 бежим. Холседония, Интимисиме. И мы с вами бежим в Масима Дути. Почему? Потому что он первый закрывается. Он закрывается в 6. Потом, возможно, зайдем в H&M Home. Этот магазин работает до 6.30. И, возможно, зайдем в Кос. По-моему, Кос до 7. Либо Кос до 7 только по пятницам и субботам. Это я точно не помню. Ой, как пахнет вафельками. Никаких вафелек. Попа начинает расти. Надо контролировать этот процесс. В Танзинец я бы зашла еще. Раньше магазин, в котором я работала. Раньше здесь был. Да, теперь Танзинец. Вот так. Все меняется. Ничто не вечно под луной. Боже, какие красивые ноготочки. Ну, только посмотрите, какая красота. Ну, только посмотрите. Это не Брюгг, это какой-то Пукет. Патон какой-то, блин. Так, здесь раньше был магазин Пинки. А теперь Веру Моду открыли. И Левис. Левиса тоже здесь не было. Боже мой, как здесь все быстро меняется. Невероятно. А здесь был Морган. Оранжа не было. Боже мой. Господи, как все быстро меняется. Невероятно. То есть мы практически подходим. Ой, Ричуэлс тоже новый, боже мой. Это куда? Как все быстро? Как это не успевает? Вот этот вот Мэнфилд. Тоже не знаю, такой магазин обувной. Ривервуд здесь всегда был. Так, может быть, и Массимо уже переехал. Массимо очень красивый в Брюге. Не, не переехал. Вижу его. Рядом с Макдональдсом старинный Макдональдс. Он в таком красивом старинном здании. Так, кстати, внутри симпатично. Чего я такая голодная? Не могу. Все время хочу кушать. Все время. Так. А рядышком здание старого банка. Здесь когда-то был банк. КБЦ-банк здесь был. Вот Зара новая, красивая тоже. Но мы с вами сюда замчимся, примчимся. Мы в Массимо туте. Пойдемте. У нас есть ровно полчаса. Господи, эти майки уже все бюджетные бренды выпустили. Ну, хорошее качество. Такое мягенькое-мягенькое. Пальто. Ну, мы сегодня будем мерить с вами рождественскую нарядную коллекцию. Надеюсь, что она здесь есть. Ой, жилеточки. Симпатичные такие. С футболкой, кстати, хорошо смотрятся. Так. Девчонки, я не вижу рождественскую линейку вообще. Может, она внизу, конечно. Обычно она у них вот здесь висит. Может, они еще не поменяли. Так, что у нас тут? Цветорочек обычный, курточка. Кожа очень приятная. Мягенькая-мягенькая. Вот моя куртка висит. Смотрите, она даже в черном цвете еще есть. Точно такая же. Абсолютно такая же. Кстати, в Генти я ее не видела. Зеленая вот висит. И вот эта бежевая. Которая вы мне все так рекомендовали. Ну, у меня бежевая есть. Мне зачем бежевая? Я зеленую хотела. Кстати, здесь тоже, видите, поменялся интерьер. Раньше здесь все было в таком коричневом, красивом цвете. Такого красного, дорогого, красного дерева. А теперь здесь все сделали белое. Полностью поменяли интерьер. Оставили, слава богу, хотя бы вот эти красивые лампы. Ладно. Обязательно, обязательно везде. Эти зеленые пальмы. Плащ тоже красивый. Слушайте, я не вижу радиостанской коллекции. А такие, смотрите, оля, селинки. Туфельки хорошенькие. Вы уже помните, я все снимала здесь. Были столы красивые. Все новенькое. Так, вот она, новогодняя коллекция. Слава богу, я ее нашла. Сейчас будем мерить. Ну, вот эти пайетки, я думаю, не стоит их мерить. Юбки из атласа. Я думаю, может быть, платье какое-то. Хорошенькая кофточка. Вот эти мохнаточки мы с вами смотрели. Очень хорошо они смотрятся. Такие смешные. Топ мне понравился. Смотрите, как интересно, да? Придумали просто белая классная рубашка. И на ней вот такой вот топ. Его, конечно, можно носить и на голое тело, и на рубаху. Прикол. Вот это платье я сейчас померю. Ой, вот это роскошь вообще. Померю вот этот вот пиджак с кожаными брюками. Так, что я еще померю? Видите, все поменялось здесь. Никакого больше красного дерева. Вот такое было красное дерево. Ну, не красное дерево. Теперь все. А все. Теперь минимализм. Минимализм сплошной. Абсолютно другая коллекция, мне кажется, здесь представлена. В стиле болинсяга. Такой классный, красивый, огромный плащ. Еще одна классная идея. Смотрите, белая футболка, а на ней еще одна футболка. Ой, какая классненькая. Приятное качество, маячки. Так, ну и все, наверное. Костюмы мерить не будем. Вот эта мне кофта понравилась. В прошлом блоге я мерила ее, но я хотела другую, которая с карманами. А ее здесь нет. Вот эта чебурашка хорошая. Я себе похожую заказала, такую в стиле Массима бежевого цвета. 14 ноября должна прийти. Как раз я буду в отъезде. Так, ну что, идем мерить. Вы так довольны этой курской, вы не представляете. У меня такие черные ботинки, черная солка. Вот такой у меня видок. Взяла кучу нарядов. Черная юбка. Черный топ. Это черный лук. Синее платье. К сожалению, большая примерочная занята. Но меня позовут, когда она освободится. И я решила померить вот такой шикарный наряд. Вот такой вот пиджак. Кожаные брюки, рубашка. Мне очень понравилось. Ну это же просто люкс. Так, ну что. Начнем с чего? С белого или с черного? Или с синего платья? Времени мало. Надо все узнать. Ну что, вот такое вот первое платье. Синее. Вот с таким вот блестящим, черным. Таким вот блеском. Посмотрите, как красиво. Это вот куда-то на Новый год. На какое-то торжество надеть. Это шелк. И вот такой вот блеск. Сзади тоже есть вот такая блескучая. К сожалению, не вся коллекция представлена в брюге. Нет зеленого бархатного костюма здесь. Здесь нет жакета, который я мерила в Генте. Но есть немножко кое-что. Решила я померить. Смотрите, какое красивое синее платье. Шелк и вот такой вот блеск. Потрясающее. Такое платье всегда будет к месту. Естественно, такое носице без лифчика. И вот здесь вот никак не одеть никакой бра даже, который без лямок будет все равно все вылезать. Выглядит так. Ну что, придется сюда вернуться. Магазин закрывается через 15 минут. Так что я успела померить только два образа. Посмотрите, как красиво. С этой вот юбкой. Ой, она такая длинная. Красивая, струящаяся. И вот такой вот топ золотой. Потрясающе. Ну да, тут, конечно, нужно какой-то надеть лифчик. Или бра какой-то. Очень красиво. Вот можно сюда накинуть вот такой вот пиджачок. Ну, не обязательно. Смотрите, как красиво. Понравится? Дольшая? Ну и торчит все, конечно. Что за правила топ? Ну что, последний образ на сегодня? Ну, вот так вот я, конечно, лоханулась. Вот этот вот золотой топ. Посмотрите, какая здесь строчка. Качество невероятное. Пиджак стоит 169. Он такой, видите, немножко укороченный. Сюда, конечно, шла оригинально белая рубашка. Но мне кажется, вот с этим золотым, блин, карманов нет. С этим золотым топом тоже очень красиво. Сейчас спросим у Наташи, кожа это или нет. И все, будем переодеваться, потому что им надо закрываться. Через пять минут. Ну и последний образ на сегодня вообще фантастический. Вот такие брюки. Не знаю, кожа это или нет. Золотой топ. И вот такой вот шикарный, красивейший шерстяной пиджак. Невероятная красота. Брюки с такими вот разрезами. Мне кажется, это не кожа. Сейчас узнаю. Блин, жалко магазин закрывать. Ничего не успеваю. Блин, где собернуться? Так приятно. Везде работают свои люди. Ко мне девушка приходит. Ваня, мы с подружкой вас смотрим. Я говорю, подружка с Украины. Я говорю, украинцы меня не любят. Она говорит, да, все вас любят. Все вас смотрят. Спасибо, девочки. Мне было приятно. Не все меня любят, только вы. Короче, зайду к вам обязательно еще. Сейчас пойду зайду в КОС. Может, КОС работает до семи. Все едят вафли. Посмотрите, как они безжалостно едят вафли. А я тоже хочу. Ой, капец, капец, капец. Ну, видите, мы что-то за это завозились ногтями. Потом, пока приехала, пока тут парковку нашла, надо было, конечно, не есть. Мой любимый брюки. Кстати, здесь раньше когда-то была Ксмара, потом здесь была детская Зара. Теперь здесь какие-то магазины вот такие временные. А вот этот кафедрал. Давно я в этом ресторане не была. Надо сходить. Очень классный ресторан. И летом тут хорошо. Я всегда вам про него рассказываю. И сейчас хочется зайти. Но я бегом-бегом-бегом хочу успеть, возможно, заглянуть в КОС. Не уверена, что мне кажется, что он все-таки до 6.30 работает. Такой здесь симпатичный дворик в брюшском стиле. Это я вот все хочу успеть. И архитектуру снять. И блог. И блог. Да, я встречаю своих подписчиц таких классных, таких стильных, таких красивых, таких добрых. Я думаю, ну вот она моя аудитория основная. Такая вот добрая, классная, хорошая. Так кто же эти токсики, которые гадости мне пишут? Кто вы? Если вы все при жизни, кто меня встречает и здоровается, говорят, Анечка, Анечка, мы вас любим, вы такая позитивная, вы такая хорошая. Продолжайте снимать, радовать нас. Мы вас смотрим. Все, три слова, три предложения. И я воодушевилась и готова снимать для вас все. И открываться, и показываться. Так, вот он КОС. Что-то там никого вообще нет. Сейчас узнаем. Вот он КОСик. Ну, наверное, закрыто. Я бизайн опен. Ага, бизайн опен. Ничего вы не опен. Вы слотен. До шести. Что понятно? Знаете, вот так вот человек до пяти работает, к шести хочет успеть в магазины, а они все закрыты. Вот они. Буржуи, капиталисты. Не хотят по вечерам работать. Не хотят. Боже, моя машинка чистенькая. Аж блестит. Красотуленька моя. Моя ласточка. Мой котенок. Съездила на карваш к пакистанцам. Они мне за 20 евро ее наполировали. Диски мне намыли. Чистюлечка такая. Внутри все почистили. Внутри тоже все чисто, чисто, аккуратно и красиво. Все блестит. Моя лапочка. Да. Уже все. Уже не чисто. Только хотела похвастаться. Моя зайка такая чистенькая. Такая беленькая. Такая хорошенькая. Так, может с этой стороны она более-менее будет чистая. Ну, здесь тоже особо похвастаться нечем. Листья уже какие-то. Ладно, поехали. Кстати, брызгаю в машине вот эту штуку, чтобы вкусно пахло от Victoria's Secret. Ну, нормальненько так. Девчонки, постояла на парковке ровно полчаса. Смотрите, заехала в 17.23. Сейчас в 18.04. Ну, то есть я постояла полчаса. Два евро. Два евро. А, еще хотела поделиться своими любимыми жовками. Вишневые, вкусненькие. Еще не показала вам в фаворитах месяца, в фаворитах осени свое любимое трио. А мое любимое трио – это Lip Maximizer. По-моему, двенадцатый. Помадка Teddy, Velvet Teddy. И вот этот вот невыговариваемый карандаш. И вот этот невыговариваемый карандаш в оттенке... Вру. Вру. В... Верл. Верл. Короче, Teddy Beard, Velvet Teddy. И все это вместе. Очень классно. По-моему. Продолжение следует... Верл.